На областной семинар, инициированный Кузбасским региональным институтом повышения квалификации работников образования и информационно-методической службы города, в 32-ю школу съехались руководители и педагоги Юга области, а также специалисты сферы здравоохранения и тьютеры. Это люди, получившие определенные знания, которые они потом передадут своим коллективам. На сегодняшний день экологическая проблема – это самая большая проблема, и здоровье ребенка должно быть на первом месте. Здоровье ребенка не только со стороны школы, но и со стороны родителей. Гиподинамия, нерациональное питание и экология – эти и другие причины приводят к резкому ухудшению показателей здоровья школьников. Когда в 32-й школе несколько лет назад впервые провели мониторинг состояния здоровья детей, оказалось, что процент абсолютно здоровых детей весьма низкий. Педагоги забили тревогу и решили, что пришла пора серьезных изменений. Суть этой программы заключается в том, чтобы во время учебного процесса, учебно-воспитательного процесса учитывать все особенности не только обучающихся, но и всех субъектов образовательного процесса, педагогов, родителей, для того, чтобы сохранить здоровье, создать настолько комфортные условия для развития, для обучения детей, настолько комфортные для всех субъектов образовательного процесса, чтобы действительно здоровье не терялось. Ведь это же ни для кого не секрет. Наш регион достаточно непростой, и у нас в городе вообще ни для кого не секрет, что с поступлением в школу, с окончанием школы у детей здоровье ухудшается. Вот уже пять лет здесь успешно реализуются программы по здоровью. За все эти годы в школе забыли, что такое дезадаптированные дети. В крупных городах такие программы, конечно, реализуются давно, и стандарты нацеливать школу, иметь уже программы, нацеленные на здоровье и сбережение. Но вот такая систематичная работа школы, она, к сожалению, встречается не всегда. А вот школа номер 32, одна из школ, где довольно продуктивно работает в этом направлении. Участникам семинара представили подробный анализ того, как строится работа в начальном и старшем звеньях. Направлений реализации программы очень много. Семинары, конкурсы, встречи с родителями. Это теория. Если говорить о практике, то в школе все продумано для того, чтобы было комфортно всем – детям, педагогам, родителям. И освещение, и мебель, и оборудование – все нацелено на здоровье. Но плакаты и схемы не дают полного представления о новых технологиях. Поэтому всех участников семинара пригласили в спортзал. С такой разминки танца начинает свой урок физкультуры Владимир Радченко. Он считает, что уроки по шаблону не способствуют здоровью, потому что неинтересны. Поэтому стремится придумать для ребят что-то свое. К примеру, игру «Муравейник». Она не просто игра. В ней каждый ребенок – личность. Есть дети, склонны к полноте. Он, допустим, не может подтянуться, но суть-то заключается в том, что ребенок этот очень гибкий, очень координированный. Поэтому подбираются такие упражнения, где ребенок может себя действительно реализовать. 15 минут живой «Муравейник» двигался и работал. Каждый что-то тащил в него, сменяя вид упражнений, принося очки своей команде. В итоге и здоровье, и хорошее настроение. Кстати, вот уже несколько лет, благодаря только подобным урокам физкультуры, ученики 32-й школы практически не болеют простудными заболеваниями. Продолжение следует...